Особое мнение на 101FM По нему пока ничего не слышно Мы видели последний раз, как его задерживали в аэропорту В довольно спокойной обстановке Насколько я понимаю, он сейчас в Кирове находится Да, насколько мне известно, да, он находится в Кирове До домашнего ареста Поэтому ждем продолжения Ждем новых арестов от наших правоохранительных органов Что говорит нам то, что Дмитрий Никурин не помещен в СИЗО А находится под домашним арестом? Я думаю, это связано с тем, что наверняка Такие условия возможны, когда он заключил соглашение Дает показания Признает то, что, наверное, сделал он Говорит, наверное, то, что сделал не он, а кто-то Поэтому, я думаю, только такие условия возможны Для того, чтобы он был на домашнем аресте Можем ли мы ожидать, благодаря этим показаниям, какого-то расширенного состава Участников преступления, то есть тех людей, которых будут в ближайшее время задерживать Я думаю, что этот список будет не один, не два, я думаю, что и не три человека На мой взгляд, я всегда об этом говорил и говорю, что это была сама настоящая банда Которая грабила через мупы бюджет Бюджетные деньги Все мупы, которые в принципе в городе были, которые мы сейчас видим, которые проверяет контрольно-счетная палата Выявляют все эти вещи То есть выявляют Нарушения Ну, нарушения, увод денег, хищения Хищения через какие-то ОООшки Когда-то что-то поставлялось, что-то выводилось и так далее То есть это была такая слаженная, на мой взгляд, банда Поэтому я думаю, что эта история далеко еще не конец И поэтому, наверное, мы еще услышим и увидим какие-то новые содержания Новых каких-то самофигурантов И, до мой взгляд, я думаю, что Даконец-то возьмут, в принципе, и Как бы лидера этой всей организации Потому что я убежден И я думаю, что все граждане нашего города убеждены Что без главы города вряд ли бы это что-то происходило Потому что глава города ответственен за все Говорить о том, что он не знал О том, что он там Так скажем, это делать за его спиной Ну, честно говоря, в это, не знаю, может кто-то верит Я точно нет Поэтому увидим и ждем Чем нас еще порадуют правоохранительные органы Напоминаю, Дмитрий Никулин Возглавлял центральную диспетчерскую службу По которой, по-моему, 20 миллионов убытков 37 вроде 37 даже Не просто убытков по работе имеется в виду Что неизвестно, куда пропали эти деньги Ну, один Никулин, я думаю, что никто бы ему не дал Такие деньги украсть То есть там есть и кто, так скажем, ниже Никулина Мы их знаем, они как бы были еще арестованы до Никулина Вот А кто... Я думаю, что большую часть она все равно уходила куда-то выше Но кому это знает Никулин и, возможно, знает следствие Так что когда-то она нам, наверное, об этом поверит Расскажет Что касается мупов, безусловно, нужно перейти к вопросу о муп водоканал Который вступил в схватку с ККС Компанией, которая снабжала город водой И снабжает еще Мы помним, что очень четко заявила глава города Глава администрации города Чтобы не путаться, раз уж так, я не знаю У нас глава города Елена Васильевна Ковалева Глава администрации Илья Вячеславович Шульгин Вопрос решенный Только муп водоканал будет теперь заниматься водоснабжением города Кирова И ККС должен передать все ресурсы, которые там были в аренде Соответственно, городу Но тут множество было совещаний И у вас на комиссиях, и на городу это все время заслушивают И здесь вот тоже обсуждает И в общественной палате обсуждает И выясняется, что в июне месяце, когда планировалось Когда завершается контракт КС Передать никак невозможно Потому что людям будут приходить еще платежки Там до августа месяца какие-то процедуры Вот на прошлой неделе состоялось заседание Кировской городской думы И этот вопрос, насколько я понимаю, был основным Что существенного на этой Кировской городской думе было озвучено? Что важно знать нам? Основное все-таки самообсуждалось То, что касается взаимоотношений между водоканалом и ККС Это на комиссии по ЖКХ Значит, там действительно Дело в том, что расторжение этих договоров Оно идет в два этапа Первый этап, по-моему, как раз с 1 июля Второй этап с 1 декабря Поэтому Сейчас, я так понимаю, ищут две администрации города И ККС ищут какую-то середину Когда это можно сделать там, наверное, одновременно Вот Что касается Естественно, тоже всегда говорил И говорю, что все Значит Все, что связано с жизнеобеспечением города Это должно обязательно быть Быть государственным Пуниципальным Там, не знаю Самообластная собственность Ну, не важно какая Но это должно быть Должно быть точно государственным Обеспечение водоотведением и водоснабжением Это, естественно, такая функция Которая, ну, однозначно должна быть государственной Единственное, что беспокоит Что Самоопять же за эти 10 лет МОП Водоканал Его довели до такого состояния Что, ну, на самом деле Вот, насколько я понимаю Насколько понимают депутаты Состояние его далеко не самое лучшее То есть В плане финансового состояния В плане обеспечения техникой В плане обеспечения Там Базой какой-то Потерянной технической То есть Как я уже Говорил только что Что 10 лет Все эти МОПы Они Функцию выполняли одну Через них просто Выкачивались какие-то деньги И МОП Водоканал Это было не исключение И я думаю, что там тоже Какие-то истории Наверное, мы еще увидим Вот Но То, что Справится ли он С этим переходом Ну, наверное Какие-то трудности будут Но я думаю, что В принципе Это все преодолимо И Посмотрим А люди 700 человек Которые тут Непонятно То ли переводится СККС Водоканал То ли не переводится Это что за вопрос? Ну, быстрее всего Они В любом случае Будут переводиться В МОП Водоканал И Я надеюсь, что Весь этот Трудоспособный Работоспособный Коллектив Каким-то образом Сохранят Потому что Если эти 700 Человек Разъедутся И разойдутся То Собрать их Будет очень сложно Поэтому Я думаю, что тут Как говорится Самое ценное Это кадры Я думаю, что Это Приоритетный Вопрос И Как-то Ну Я думаю, что Будет какая-то Договоренность Чтобы они Переходили Просто в МОП А кто возглавляет Еще раз Кто возглавляет Водоканал Сейчас МОП Водоканал И кто будет Управлять Все эти системы Сейчас, насколько Мне известно Там планируется Новый директор Старый директор Который В принципе У нас и Вызывал И сомнения И Так скажем Неуверенность Что он справится С новой задачей Он Насколько мне известно Уходит Или ушел уже Даже, честно говоря Не могу сказать Но уходит точно Поэтому Сейчас там Новый директор Который Надеюсь Что Сможет справиться С той миссией Которую Выполнил Кто этот человек Я сейчас Не готов сказать Хоть что-то о нем Мы знаем Один раз Видел Я знаю То, что Единственное Что у него есть опыт В подобных организациях Не в нашем регионе Не в нашем регионе Не в нашем регионе Вообще Своевременно Эта история Вот так вот Довольно Быстро принимать Такие решения Быстро Производить Переводы Я, честно говоря Считаю Что Это опять же Мое мнение Что На сегодняшний день Наверное Правильнее бы было Договориться О какой-то Совместной деятельности МОП Водоканала И ККС Потому что У каждого Есть Свой Какой-то Так скажем Куст Обслуживания Это У МОП Водоканала Это Ленгасова На Авиатск Коминтерн Ну Вся Соличная часть А у ККС Это Киров Поэтому Я думаю Что Намного Так скажем Проще Правильнее И Безопаснее Все-таки Вот Именно Какой-то Такой Тандем Ну Если Как бы Все равно Там Но у Сити-менеджера По-моему Категоричная Позиция Категоричная Ну Дело в том Что Так скажем ККС Тоже К этому Шел Не один день Он По крайней мере Вот То соглашение Которое Мы Доходили У Департамента Муниципальной Собственности О том Как Значит ККС Оформлял Сети Которые Построены Были Состройщиком За счет Техпересоединения И не оформляли На себя В собственность Но это Минимум Ну на мой взгляд Такое Ну минимум Неправильно Поэтому Тем самым Они Самое То есть Это Примерно Та же История Что Я взял Денег Построил Там Где-то Взял У вас Денег Построил Квартиру Сдал вам В аренду Примерно То же самое И происходило По сетям То есть Они Им Застройщик Давал денег Они на эти Деньги Строили сети Потом Они оформляли На себя В собственность Эти сети И потом Самоэксплуатировали Эти сети В том числе Закладывая Тариф На амортизацию Данных сетей Поэтому И это Не единственная История И то что Последний год Они стали Строить Именно Последний год Перед тем Как у них Стал Заканчиваться Договор Стали строить Фонтаны Там Смотреть Как-то Самоучаствовать В каких-то Социальных вещах Но Знаете Немножко поздновато То есть Надо было делать Все эти 17 лет Поэтому Наверное От них отношение Было другое Ну я думаю Что к ККС Это как раз Отношение было хорошее Потому что Справедливости ради Надо сказать Что это Одна из Снабжающих компаний Которая Грамотно Довольно Вела свой бизнес И по ним Меньше всего Было нареканий Вы знаете Сами от граждан А второе Что касается Общественной жизни И социальной ответственности То фонтан Не в последний год появился Давайте вспомним Парк Апола Который ККС Полностью Своими силами Привело в порядок И Эта площадка Первая инклюзивная Которая появилась И фонтанчики И вообще Они были такими Я бы сказала Они Заряжали Заряжали Другие бизнесы На то Чтобы они тоже Начинали участвовать В социальной жизни У нас их по пальцам Одной руки сосчитать Вообще Я согласен Может они заряжали Я вам только что привел пример Как они Заряжали сети В свою собственность Когда Да Я просто прокомментировала Социальные какие-то вещи Это не в последний год А то что Они достаточно Там Так скажем Вот допустим По Количеством Раскопок Там То что По количеству аварий К ним естественно Меньше всего было претензий Прервемся на полминуты И продолжим Особое мнение С Денисом Ерохиным Особое мнение На 101FM Депутат Кировской городской думы Денис Ерохин У нас в студии Это его особое мнение Мы слушаем У микрофона работает Светлана Занько И конечно Надо обратиться К митингу Который прошел 27 апреля В минувшие выходные В нашем гайдпарке В нашем гайдпарке В сквере борцов Революции Кировчане Вышли на митинг Против нехватки мест В детских садах И школах И не только Вот какие слоганы Там звучали Земли продали Под торговые центры И дома А дети мучаются В тесноте В три смены Наши дети Не щенки Не нужно их Пристраивать В соседние школы Против третьей смены В 24 школе Страна отказывается От второй смены Киров водит Третья Наши дети Не играйте ими Шульгин Позор и отставка Особенно мне нравится Последний слоган Шульгин Позор и отставка Раньше Звучало еще Несколько фамилий На этих митингах Сейчас все Шишки Илье Вячеславовичу Вы уже сказали В нашей программе Что глава города Отвечает за все У нас непонятно Тогда кто глава города То ли Елена Васильевна То ли все-таки Илья Вячеславович С таким подходом С таким подходом Да Я просто хотела Этим прокомментировать Посмотрели ли вы Материалы по этому митингу Может быть вы там были Нет Я там не был Значит Потериалы я видел Митинги А депутаты вообще Ходят на такие митинги Иногда ходят Да Кто Кто видит в этом смысл То наверное ходят А вы не видите в этом смысл Я не то что не вижу смысл Я наверное вижу смысл Я считаю что Значит Активность ее Она естественно Должна быть Но По крайней мере Честно говоря Вот Насчет того что Насколько это эффективно Ну вот Лично для меня Это большой вопрос Значит То что касается То что земли Продали под Дома Под жилую застройку Но это факт На сегодняшний день Участок По 24 школу Вот На сегодняшний день Норма для строительства школы Это 2,2 гектара В центре мы прекрасно понимаем Что такой участок Найти Ну крайне За него долго воевали Вы помните Был такой участок И Владимир Венимирович Журавлев Долго за него Сражался Прежде чем там Свечка выросла Очередная Вы имеете ввиду Против Ленина 20 Ну что-то где-то там В том Да Это действительно Там был участок Там Само можно было Пристроить еще корпус К этой школе И это была бы Замечательная школа Был вариант В центре города Но К сожалению А для кого-то Наверное К счастью Данный участок Был продан К счастью Я имею ввиду Для предыдущих Жуликов И коррупционеров Которые были у нас Во главе города Тут главное название Одной партии Не применять Потому что Теперь уже за это Могут притянуть Да Теперь за это Мы ни в коем случае Не применяем Мы и так знаем Всех жуликов Пофамильно Поэтому данный участок Был продан Кстати там Вот сейчас Как раз Наверное Обманутые дольщики На этом участке Видимо Достойко он Само не счастливый Что даже дом Не смогли На этом участке Достроить Поэтому да Это было бы Идеальное решение Для строительства школы На сегодняшний день То что Предложил Глава администрации Илья Вячеславович Построить Школу в Шевелях В Овраге Уже очевидно Не будет там построено Из-за сложностей Которые там есть Из-за сложностей Там есть овощные кладовки Там Достаточно много Причем на некоторые Из них Заключены Вернее Оформлены Права собственности Там Данный участок Отдан Под Развитие Застройки ССК Которые выиграли КССК Которые Выиграли Два суда Поэтому Ну наверное Этот участок Тоже Не получится Ну там еще сети Высоковольтные линии Вообще Сложные Сложные Но главное КССК Обнаружился Там Насколько я понимаю Ну КССК Отнести Потому что Ну Само строительство Школи В Овраге Рядом С промо-предприятиями А вот Насчет промо-предприятия Это другая история Все таки Наверное Не в 24-ю школу Хотела бы Чтобы мы с вами Углублялись А что из этих требований Показалось вам Даже Что больше всего Вызывает Недовольство Кировчан Вот все таки Нехватка У меня в детских садах Или то что у нас Две-три смены В школах Или то что Вот работа вся Бессистемная Какая-то И непонятная То что Не было представителей Властей На митингах Вообще Вот что именно Раздражает людей Сейчас Самообозначили Все Наверное все То есть Третья смена Она действительно Имеет место быть Все что касается Ко детям Начинают учиться С трех часов Это очевидно Что это Как бы скрытая Третья смена То что Нехватка мест В детских садах Да На сегодняшний день Она есть Но И наверное Еще строить Как бы Надо Но Я считаю Что Здесь бы выход Был Компенсации Тем Кто Ты пошел В детские сады И у нас На каждого Ребенка Есть определенное Содержание То есть Это питание Там Ну Каждый ребенок В детском садике Он что-то обходится Бюджету Просто От 6,5 тысяч Помню сумма звучала Где-то 6,5 8,5 Как-то так Ну вот Даже просто Вот эти бы деньги Выплачивали бы И люди Сами бы Определились Куда Примерно Частный садик Примерно столько же Стоит 10 тысяч рублей Выплачиваете им Там Не знаю 8,5 9 тысяч рублей И Кто-то бы Ушел И сразу Найдется И бизнес И расстроится Который организует Эти частные садики И вторая история Когда мы Дестолкнемся С тем Ну понятно Что это будет Может быть Не завтра Послезавтра А через несколько лет Но будет точно Будет точно Однозначно Откат назад Вы имеете ввиду Откат назад Когда у нас Кира Официальный отток Населения У нас из области Каждый год Там уезжает По официальной статистике 14 тысяч 800 человек Это минус Из области Каждый год Ну понятно Что Сама Из районов Едут В Киров Из Кирова Едут В другие города Поэтому Чтобы Не прийти к тому Что Данные садики Снова будут Как мы помним В 90-е годы Там скажем Наполовину Востребованы Наверное Самый Разумный На сегодняшний день Выход Просто Выплачивать Ту сумму На которую Садители Сами определят Либо они там будут Не знаю Там Кироги Может быть Бабушкам Доплачивать Либо там В садики Отдавать В частные Либо Ну еще Какие-то варианты Слушайте А вот Странная ситуация У нас как-то Все-таки Складывается У нас есть Еще две минутки До перерыва Беспрецедентное Количество садиков Построено было В прошлом году Началось еще Все в позапрошлом И в этом году Еще будет построено Четыре садика Четыре садика Дмитрий Александрович Курдюмов Вместе с Игорем Владимировичем Васильевым Постоянно В Москве На разных форумах Презентует Передовой опыт Кировской области В этой сфере В том числе А люди на митинги Выходят Почему? Я просто Не очень понимаю В чем передовой опыт Передовой опыт Что на сегодняшний день Действительно Не хватает Мест в детских садах На сегодняшний день Действительно Кстати Между прочим Впервые Вот на этом митинге Просвучало требование К качеству К качеству Собственно говоря Сотрудников Этих самых Детских садов Ну на сегодняшний день Кадровые У нас на социальной комиссии В Думе Данный вопрос Обсуждался И заместитель Главы администрации Которая ответственна За данную сферу Она открыто говорит Лариса Анатольевна Копсова Да Лариса Анатольевна Копсова Она открыто говорит Что да У нас есть Достаточно Так скажем Большая нехватка Именно Педагогов В эти детские садики То есть там По-моему Больше 50 человек Ну на самом деле Где вот Строят садики А где брать Этих педагогов Мне кажется Об этом Как-то это все И связано происходит Поэтому Наверное об этом Думают потом Когда их Построят Поэтому Не знаю На сегодняшний день Считаю Что да Какое-то количество Садиков Наверное Еще необходимо В каких-то В каких-то районах А остальное Решать только Через выплату Вот тем Кто Ну Кто не может Попасть в детский садик Пусть в этом Участвует бизнес Пусть они открывают Может быть Тут Администрации Смотреть Как-то их там Проверять Лицензировать Чтобы это Ну все-таки дети Чтобы это было Система есть в России Она представлена Широко Да Поэтому Я считаю Что Детские Детские садики Это самое что ни на есть Частный бизнес Поэтому В принципе Государство Надо просто Вот Помочь в этом И все Прервемся Сейчас на полторы минуты У нас реклама Напоминает Программа Особое мнение Его сегодня С удовольствием Высказывает Депутат Кировской Городской думы Денис Ерохин Особое мнение На 101FM Продолжаем разговор С Денисом Ерохиным Депутатом Кировской Городской думы Это программа Особое мнение И Здесь бы мне хотелось Вот еще какой вопрос Затронуть В понедельник Состоялось Закрытое заседание В городской администрации Там Очень важный вопрос Рассматривался Разработка Нового генерального плана Кирова И вообще Процессы Которые связаны С агломерацией Тут уже никакой не секрет Уже все Везде И всюду написали Мы как раз делали за час до твоего прихода Большой эфир Где Газета Бизнес Новости Они взяли эксклюзивное интервью У разработчиков Московских Генплана Рассказывал О чем собственно речь-то идет В этом генплане Как он будет делаться Строиться Вот Мэры Специалисты из Москвы Специалисты администрации В понедельник Как раз собирались Меня не было Я могла там быть Но у меня были эфиры И вот о чем говорили Не знаю Посмотрел ли ты этот материал Читал ли ты что-нибудь Нет Но вот как интересно Что касается агломерации То есть ощущение Что мэры против Мэры имеется ввиду Слободского И Кирова Чепецкого По крайней мере у них Огромное количество вопросов В связи с тем Что ведь существует Несколько схем По агломерациям Либо Центричная модель Когда Берется ядро В нашем случае Понятно Киров И это ядро всасывает В себя все ресурсы Используя только Как придатки Остальные города А есть полицентрическая модель Когда каждый город Входящий в агломерацию Развивается самостоятельно Но они развивают Кооперативные какие-то связи Прежде всего Там инфраструктурные Там перемещение Какое-то Вот такие вещи Понимание Что такое агломерация Кому она нужна И самое главное Какой эффект В цифрах В фактах Да В людях Даст Эта агломерация Как ты думаешь Есть вообще На данный момент Я считаю Вот именно Агломерация Киров-Слободской Киров-Чапецк Наверное Тида с ровным счетом Ничего Кроме Какое-то вот Движение Ради движения Почему Потому что Ну в моем понимании Агломерация Когда допустим В Кире Проживало К примеру Там Семьсот Восемьсот тысяч А остальная часть Проживала В Киров-Чапецке И Слободском Вот тогда Чтобы город Стал миллионником Чтобы Попасть совершенно В другие программы Там участвовать Может быть Какое-то Другое отношение Само федерального центра Наверное Это было Ну как бы Имело бы смысл Но Когда В Слободском Сколько там Тысяч двадцать пять Наверное Проживают в городе Да Еще сейчас Тысяч двадцать пять Но в Чапецке Наверное Тысяч Семьдесят Присоединить Сто тысяч Для этого Сделать Дороги Мосты Как-то Все это Соединить Ну Честно говоря Я не понимаю И метода Смысля Нет Я считаю Что нет Ну Тем не менее Мы понимаем Что у нас Не зря Изменились Разработчики Генерального плана В Кирове Потому что Вот у нас Была новосибирская Компания Еще в начале Прошлой осени Потом Контракт с ними Расторли Хотя устраивала Эта компания Всех И Решили Что будут Заказывать Большой-большой Генплан И обсуждать Этот генплан Уже Города Кирова Но обсуждать его Уже в свете Создания Агломерации И надо сказать Что Не зря я упомянула Мэров городов Чепецкая и Слободского Они очень активно Включились Они Бывают у нас В эфире Они едут на разные Семинары Чтобы углубиться Самостоятельно В этот вопрос Но они считают Есть смысл Нет И пока что Они не видят Этих смыслов Потому что Для того чтобы понять Какие смыслы Прежде всего Нужно понять Какие будут Экономические связи Эффекты Да И какие социальные результаты Вот к чему Стремиться А не к тому Чтобы нарисовать на бумаге Что мы создали Агломерацию И отослать ее наверх Правда же Но вот сейчас Мы узнали только Некоторые моменты По геноплану города Кирова Только маленькие моменты Разработчики Которые приезжали Они сказали Что Киров имеет Сам город Имеет Достаточный потенциал Для того чтобы Увеличилось его население Они планируют По расчетам Которые им были предоставлены Что в сороковом году В Кирове будет проживать Примерно 609 тысяч человек 609 не миллион 609 Вот И говорят что Киров может Он такой уникальный город Он может развиваться В смысле строительства Жилищного В любом абсолютно направлении Во всех Четырех направлениях Или больше Если лучиков Побольше нарисовать Но и так же Внутри Например Они изыскали Порядка 400 гектаров Земель Которые сейчас Имеют статус промышленных Но они вполне Могут быть переведены В статус земель С другим использованием Например Под застройку Или под общественные пространства Это первое Второе О чем они сказали Их конечно Они считают Что негативным Очень является фактором Что у нас Нет экологического каркаса Несмотря на то Что нам докладывают власти Потому что нет соединенных между собой Общественных пространств Парков, скверов И пешеходных зон А это каркас Собственно говоря Где люди ходят пешком Где они дышат свежим воздухом Где они могут передвигаться Проводить свободное время И вот эти два Наверное момента Я бы сейчас отметила Для себя Потому что Что касается Там жилищной застройки Они сказали Что план Который действующий До 2020 года Полностью исполнен в Кирове А вот и третий момент Я отмечу А план по дорожной инфраструктуре На 10-15% Что из услышанного Сейчас вас зацепило Ну например То что исполнен план По дорогам На 10-15% Это факт У нас Это в Кирове Это прям город У нас куча улиц Которые там А застройка на стол А застройка Тут Все логично Был Строительный бум И администрация Всячески Пыталась Продавать участки Вместо того Чтобы может быть На некоторых участках И Делать Действительно Парки Скверы Они Продавали поточечную Застройку И мы На мой взгляд Имеем Ну Там Скажем В некоторых Пестах Намного Так скажем Изуродованный Архитектурный стиль Ну это В моем видении Например Там Володарска Воровска Вот это 22 этажа Да Где рядом стоят Старые Двухэтажные Домики Поэтому Все логично А За счет того Что в Кире Будут Жить 609 тысяч К 40-му Году Сомнения Большие Причем С чем Это связано Чтобы Чтобы люди Здесь оставались Им нужно В первую очередь Достойная Заработная Плата На предприятиях Во вторую В первую очередь Это Дормальная Качественная Социальная Инфраструктура Это школы Садики Где можно Там Не в три смены А хотя бы В две Да То есть Это Ну вот это В первую очередь Доступность Что Что может Такого произойти Что в Кире Вдруг Прибавится 100 тысяч человек Ну честно говоря Фантазия Даже если К сороковому году Прибавится 100 тысяч человек То вместе С Чапецким И Слободским Мы все равно До миллионника Не дотягиваем Мы никогда До миллионника Не дотянем У нас есть Официальная статистика И когда Знаете Я вот Почему Наверное Еще не был Потому что Я вот буквально Только недавно В начале апреля У нас Был Такая же Прежняя организация По разработке Маршрутно-транспортной Сети города Кирова Из Рязани Из Рязани Мы на комиссиях Обсуждали До депутатских Потом они приехали С некой презентацией Все кто там был Я думаю Что все будут Полностью со мной согласны Вот Ну это Такой Наивысший Бред Который Можно было Дести По Вот По развитию Маршрутно-транспортной Сети А ведь они Приезжали к нам На уропанистический Форум И уже тогда Презентовали себя Ну они Да То есть Они Нам Тоже сначала Утверждали Что у них Многолетний опыт На самом деле Этой организации Всего два года У них нет Ни одного Нормально Качественно Исполненного Проекта То есть Ну там Просто вообще Они по-моему Там узнали У нас Когда они приезжали На презентацию Что в Кирове Оказывается Есть еще один район На авиатске И мне однократно Задавали Что Там вы планируете Как решать вопрос Они Для них По-моему Это была новость Какие-то пересадочные Пункты Там и так далее Вот И Причем Причем Все это было Не просто Они приехали нам И порассказывали Такого вот бреда А это было За 15 миллионов 260 283 Тысячи Рублей Бюджетных денег Денег Которые В Кире Ну Точно Есть куда Потратить И Когда Очередные Такие Сказочники Приезжают С любыми Планами И говорят Что у нас Кире Вдруг увеличится На 100 тысяч За 10 лет На 20 лет На 200 тысяч Увеличится Для меня Кроме Улыбки Это Ничего не вызывает Потому что Должно быть Любой вам Экономист Скажет Что Должна быть Четкая Поступательная Модель Чтобы люди Здесь Оставались На сегодняшний день Мы видим Что отсюда Уезжают И у нас У каждого Из нас Куча Примеров Знакомых Если мы Сейчас Начнем Перечислять Мы вспомним Не один Десяток Человек Которые Уезжают Семьями Уезжают В другие Города И уезжают В том числе И то Что там И бизнесмены Уезжают Обычные Семьи Уезжают Строители Врачи И так далее Примеров Таких Лично Моих Знакомых Их На самом деле Не один Десяток Я могу Сказать Поэтому Честно говоря Я Скептически Отношусь С таким Планом Нам еще Два года Ждает Пока его Разработают Мы можем Поучаствовать Посмотреть Как это Происходит У нас Остается Две минуты До окончания Эфира Вопрос Который Я приготовила Аж Четыре Поэтому Я предлагаю Вам Выбор Выделены Полосы Для автобусов Контейнеры Для пластика Которые Стали устанавливать В городе Предложение Депутата Сыкчиной Который Считает Что Нужна Казна Не должна Оплачивать Членами Семьи Первых Лиц Региона Санитарно Курортное Лечение А после Ухода С губернаторского Поста Лишить Бесплатных Поездок На Автомобилей Да И против Она Премии Равную Трем Окладам Которые Госслужащие Получают При выходе В отпуск Ну и еще Тут Горожан Тут Чиновников Предлагают Увольнять За плохие Оценки От горожан Что Обсудим Любой Вопрос Можно Что Нравится Нет Давайте Все Попробуем Ответить То что По выделенным Полосам По автобусам Я считаю Что это Единственная Возможность Сделать Чтобы у нас Люди Хотя бы Как-то Задумывались Пересесть На общественный Транспорт Чтобы он Двигался Потому что Улицы у нас Узкие Но просто Не везде Это можно Сделать Необходимость Естественно Есть И Возможность Не везде Есть Не на всех Улицах Насчет Пластиковый Контейнер Контейнеров Для пластика Я считаю Это Совершенно Хорошая история Когда У нас Они были И люди Уже Начинали Привыкать И Естественно Это необходимо Собирать Потому что На полигоны Вывозить Это кощунство Во-первых Это сырье Которое Стоит денег Во-вторых Это Достаточно Долго Разлагается То что Предложила Коллега Депутат Не оплачивать Бывшим Губернатором Автомобили Автомобили Я считаю Это просто Даже А три оклада Которые получают При выходе В отпуск Это правда Насчет Трех окладов Я не знаю Но насчет Того что у нас Бывшие губернаторы Там оплачиваются Им автомобили У них до сих пор Закреплен Вот Давайте Спросим Людей У нас Кто Из губернаторов Сдел То Чтобы Люди Сказали Да Давайте Он у нас Будет До старости До смерти Ездить На автомобиле За наши Бюджетные деньги У нас Нет такого Губернатора Нам С губернаторами Ну не знаю Там Катастрофически Не везет У нас там Бывает Как бы Доброе начинание Но неплохо Заканчивается Как с Предпоследним Губернатором Да Поэтому я считаю Что это даже Обсуждать Наверное Смысла не имеет Это Естественно Надо это все убрать Но депутаты Не поддержали 25 против Не поддержали Потому что Партийная дисциплина И поэтому Видимо Ну Не здравый смысл И губернатор Единорос Да Поэтому Ну я считаю Что это бред Оплачивать Человек ушел До пенсии Все Сиди на пенсии И так у них Повышена Какая-то пенсия Какие могут быть Льготы И что они Такое делают Насчет того Что ставить Чиновникам Оценки Ну я считаю Если там Это будут Не как выборы Наши происходить А честно И прозрачно Эти оценки Будут где-то Публиковаться И они будут Действительно Адекватные Они нарисованы То Я думаю Что через полгода У нас Наверное Чиновников Уменьшится На 70 Учитывая Нашу любовь Народную К чиновникам Да Поэтому Это мое мнение Денис Ерохин Депутат Кировской городской думы Это была программа Особое мнение Благодарю За приход И за ваше особое мнение Светлана Занькова Работала у микрофона Всем хорошего дня Всего доброго Особое мнение На 101FM